Шалом уважаемый, с вами снова Леомеханик и это третья серия посвящена восстановлению моему любимому мотовелосипеду Рига 2 Гауя и это будет вторая часть по дефектовке двигателя D4 с цилиндром от D5 Напоминаю, этот двигатель был куплен в Харькове и продавцом планировалась его переправка в Белоруссию, в Витебск, известному коллекционеру Владимиру Вот, сайт музея мопедов я прикреплю вот там внизу в описании будет его сайт, его детище всей жизни, его труды очень мощные Но как-то продавец не сильно охотно хотел, тогда на тот момент были взрывы в Волгограде на вокзале и проводники стремались брать посылки Продавец стремался, но скорее всего стремался продавец по совсем иным причинам Я так подозреваю, что продавец знал, что на весь двигатель новых и нормальных деталей было всего лишь, скорее всего, две Это, сейчас в кадре покажу вам, сцепление ведомое шестерное сцепление Тут оно все-таки в хорошем состоянии, зубчики как бы новые, вот оно видно И вот слышно, что его чуть-чуть перебрали, конус целый, то есть тут износ максимально минимальный, то есть немного совсем проходило И откапиталенный коленчатый вал, как я в предыдущем видео показывал, вот тут риски, то что его капитален Но, как я ранее показывал, откапитален он был как-то так вот на быструю То есть тут мы сделали, перепрессовали, поменяли подшипник В верхней головке шатуна у нас, извините, втулочка Сейчас я покажу Опять-таки, кто пропустил предыдущее видео То есть в расфокусе видно, да? Стулочка у нас прокручивается И сейчас, если удастся показать Вот эта часть, где садится звездочка шестерная ведущая Тут имеет выработку по конусу Вот она, явно вот эта вот сторона Видно, да? Ну, вот если приложить К сожалению, плохо это видно Ну, там есть выработка и разбитую шпонку То есть тут был изначально просажен конус И в итоге звездочка люфтила В общем, все это гремело На предыдущем видео это все видно Коленчатый вал сидел на двух подшипниках По-моему, 203-й они, да? Да, 203-й Это был подшипник слева Генератор на части полузакрытый Ну, видать, чтобы как-то хоть заставить не выплевывать масло наружу Но подшипник этот в плачевном состоянии Правый подшипник я показывал ранее Вообще печаль беда То есть видно, да, на камеру То есть идет капитальный люфт То есть это уже мина замедленного действия Сцепление приводного вау Вроде как бы в норме Тут есть небольшая выработка по конусу Но не смертельно, жить можно То есть с ним более-менее все нормально Вот с подшипниками Вот, видите, ну то есть Ой, 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 у нас люфт Ой, у нас все печально Ну, вот такую вещь оставили человек То есть Ой, тут та же самая беда Ой-ой-ой Ну, он тут меньше, конечно, чем на том Но все равно Я думаю, продавец знал об этом И подозревал, что ему даже оттуда могут прийти хорошие люди И дать в бубен Ну, как минимум за это Вторая часть это Ну, цилиндропоршневая группа В общем, поршень Видите, в каком нагаре Красивым таком вот Я ради спортивного интереса Сейчас вот настроил штангер-циркуль Если камера сфокусируется Скорее всего, вряд ли Ну, поверьте на слово Он настроен сейчас на 38,8 Миллиметров И он Ох Ой, мы легко одеваемся Ой-ой-ой 38,8 Вернее, это 37,8 Извините, я оговорился 37,8 Миллиметров То есть, ну Ой, вообще, короче, со свистом Вот так вот Ой-ой-ой Со свистом все Ну, то есть, нагар характерный Прихваты, задиры Кстати, я даже не понял толком, от чего это задиры Может кольцо улопалось, хотя они более-менее целы По цилиндру Цилиндры от D5, нет, D4 Сейчас, если Вот заглянете, вот я вот ставил кольца То есть, видно, зазор приличный Я вот сейчас беру щуп Так, и вот Ну, что уж там Греха таить Беру миллиметровую закладку Миллиметровый щуп Вот, видно, да? Миллиметр То есть, кольцо Ну, допустим, нижняя кромка Там, вот сейчас я поршнем это все дело поправлю Оп То есть, видно, да? Ой-ой-ой 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 Да, миллиметровый щуп Этот щуп, ну, короче, в зазорах Проскакивает Я не знаю, как этот двигатель должен был Запускаться, работать Работал ли он вообще История об этом умолчивает То есть, ну По факту был мертворожденным Так Откладываем цилиндр в сторонку По зажиганию Ничего сказать не могу Катушку еще не прозванивал Это мое упущение У меня мультиметр в гараже Поэтому я это сделаю немного позже Конденсатор, как вы помните Из первого видео По мотору Был не закреплен Там отсутствует крепление Под него специальное Кстати, вот поршневой палец Я замерил микрометром У него размер 9,96 В районе Бобышек Поршнем И 9,94 В районе верхней головки шатуна То есть Ну, по факту подгорал Крышки Крышки я уже немножко подчухал Там зазубрина Кстати, вот эта крышка сцепления Я вот Нашел архивное фото Да, действительно Это крышка с этого движка По характерному тому Зазубрине Я опознал У меня когда пришел двигатель Сфотографировал И опознал Их тоже уже Потихонечку Крышечки позачищал Под будущую полировку Мне хочется полировать Хотя оно и будет Закрыто щитками Но Я хочу это все дело Отполировать Есть еще такой момент С Типа ведущим Диском Сцепления Ну, то есть Ты понимаете Да Тут Я уже показывал В раннем видео То есть Там вот Ну, такой зазор Ни о чем Да Ну, то есть Вот у нас Тоненький усик И он Пазик Ну, то есть Вообще Не люфтит То есть Ну Тут ему Ну, вот так Ой Ой В общем Это тоже Требует внимания Износ капитальнейший Тут у него идет То есть Ну Конец Этому Диску Звездочка Ведущая Ну С характерной Пилой Небольшой Ну Тв-тв-тв Вроде Походит Конус Вроде Целый Более Намного Напрягаться Не надо Будет Разовые Выезды Будет И он Оставит По винтам Вроде Все На месте А Еще Одно Сальник Сейчас 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 Сниму Кстати Это Вот Одно Из немногих Что я Еще Не успел Замерить Перед Съемкой Ну Как я Понял По Тем Картинкам В интернете И написанным Это Типа родной Для Д4 Поздних Моделей Так У нас Наружный Размер 27 И 2 Почему-то 27 И 2 Толщина Его Порядка Трех Наверное Будет Миллиметров Три С Половиной И Внутренний Диаметр 17 И Он Трошки Врезал Дуба О Видите Он Лопается Он Врезал Дуба Естественно Такой Сальник Ничего Держать Не мог То есть Его Тоже Вот На Мусор На Выброс Теперь Я Понимаю Немного Почему Продавец Хотел Чтобы Мотор Далеко Не поехал Могло Пахнуть Немножко Международным Скандалом Если бы Его там Вскрыли Люди Очень Были в печали Ну И Что Планируется Делать Цилиндр В любом Случае Под Расточку Ну То есть Тут Задиры Я Показывал Ранее Сейчас Еще Продемонстрирую Вот Видно Задиры Вот Но Возьмутся ли Наши местные Токаря Насколько Я понимаю Он Цельнолетой Насколько Я понимаю Я могу Ошибаться Вроде На Д-4 Вот Эта вещь Выкручивалась Тут Я Что-то Не могу Найти Тущель Не могу Понять Как Цельнолетая Хай Мне Специалисты Там Дадут Подсказку Действительно Ли Вот Эта Головка Не Должна Выкручиваться Вот И То есть Нагар Там Такой Капитальный Видно Да Как Они Вообще Смогут Ли Это Дело Расточить Я Не Знаю К Сожалению Вот Я Принесу Покажу Что Мне Скажут Какой Ценник Назовут Возьмутся Либо Придется Идти По Пути Дедушки Вагнера И Делать Все Самостоятельно Он В прошлом Году В 16 Выложил Очень Интересную Технологию Как Д-5 Вроде Как Он Поворол При Том Очень Качественные Вот Так По Картеру Ничего Не Рассказал Может В прошлом Видео Рассказывал То С Золотником Тоже Все Дело Плохо Обстоят Сейчас Я Покажу Наверное Плохо Видно Задиры То Нам Придется Выходить Зеркало На Коленчатом Валу Характерно Излом Тоже Естественно Аргоном Заваривать Вроде Б Целый Непросадочный Вроде Непросаженный Особо Сильно На Покси Пол Для Надежности Садить Подшипники Относительно Распрессовываются И выходили С коленчатого Вала По факту Более-менее Карта Живой То есть Нет никаких Вот тут Как бывает У них Побитые места Здесь Целый Втулка Конечно Под замену Такс На этом Все Видео Будет Немного Коротенькое Чем Предыдущее Благодарю Всех За внимание Всем пока Следующая Серия Как скоро Выйдет Не спрогнозирую Скажу Сразу У меня Мопедов Много Поэтому Некоторые Проекты Будут Калейдоскопом Сменять Один за Другим И Будьте готовы Потому что На неделю Может несколько Проектов Пробегать Через Камеру Так Спасибо Всем За внимание До Скорых Встреч Всем пока